Начнем с аккорда АЕМ. Здесь используется прием игры в правой руке, который называется щипок. Раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два. Есть другие варианты, которые можно использовать в аккомпанементе к этой песне. Но самый ровный, самый начальный, я предлагаю использовать щипок. Щипок – это когда мы дергаем большим пальцем пятую струну. Это двойной щипок. И внизу мы будем дергать три струны одновременно. После того, как мы дергали большим пальцем пятую, вот этими тремя пальцами мы дергаем еще три струны. Значит, третья, вторая, первая одновременно. И таким образом получается пятая, три струны, потом четвертая, три струны. Для удобства перед тем, как дернуть эти три струны, вы изначально ставьте предварительно эти пальцы в исходное положение, то есть на эти три струны. Итак, еще разу. Пятая, три струны, четвертая, три струны. И замок. Пятая, три струны, четвертая, три струны. Это будет на аккорде АМ. На ДЕ мы будем использовать сначала четвертую, три струны, пятую, три струны, четвертую, три струны, пятую, три струны. На аккорте Е мы будем использовать шестую, три струны, пятую, три струны, шестую, три струны, пятую, три струны. Ну и такие еще будут изменения в дальнейшем, я вам скажу. Начинаем с аккорда А-М. Постой. Само ритмическое деление. Постой. Порос, не стучите колеса. Значит, первое предложение, первая строчка в куплете. У нас будет строиться на трех аккордах. Постой. Ра, воз, не стучите колеса. Значит, получается на каждом аккорде мы играем одинаково ровно по длительности. На аккорде А-М сначала мы играем. Раз, два. На аккорде Д-М следующий. Раз, два. Следующий аккорд Е. Раз, два. И опять А-М. Раз, два. Далее у нас идет аккорд С. Здесь мы будем играть пятая, четвертая, пятая, третья, четвертая, третья, третья, четвертая. Итак, поехали. Кондуктор нажми на термоза. Итак, здесь у нас будет уже два раза. Раз, два. Раз, два. Далее у нас идет аккорд Е. Раз, два. Раз, два. Итак, еще разок сначала. Постой, парауз, не стучите колеса. А-М, Д-М, Е, А-Е. Далее. С-Два. Раз, два. Е. Итак, идем дальше. И к ма-М. И вот это у нас будет уже считаться припевом. То есть вначале мы споем, как окончание куплета. Далее повторяем. Вот это и будет у нас припев. А-Е. К ма-М. К ма-М. К ма-М. Далее. А-7. Помните, как ставим? Значит, было А-Е. Убираем второй палец. Первый тоже убираем указательный. А второй ставим на вторую струну. На второй лад. То есть получилось четвертая на втором и вторая на втором. Третья открытая. Далее Д-М. Потом А-Е. Спешу. Показаться Е. На глаза А-Е. И опять Е. Далее идет повторение. А-Е. А-7. А-Е. А-Е. Е. А-Е. И опять Е. Так, ваша задача отработать, конечно, прежде всего в правой руке, это вот щипок. И запомнить, в каком месте, какой корт мы играем чуть больше, чем один раз. То есть это я считаю одним разом, когда мы сыграли. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Есть места, когда мы играем подольше. А есть места, когда мы играем покороче. Вот это место. Два варианта. Либо вот столько. Либо вот столько. Вот можете по басу ориентироваться. Один раз я считаю, это когда мы бас дергаем. Раз, два. И переставляем аккорд. А два раза, это когда мы бас дергаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Таким образом. Итак, еще разок. Полностью куплет, все аккорды. Постой. Агуз. Далее. Не стучите. Е. АМ потом. Колеса. На лице. Долго играем. Кондуктор. Нажми на. Кормоза. Е. АМ потом. Неродный. А7. Последний. Привет. Д. АМ. АМ. Казаться. Е. На глаза. Е. И повторяем. АМ. Д. А7. Д. АМ. Е. Рем. Е. И начинаем второй куплет. В последующих двух куплетах ничего не меняется. И аккордовая сетка остается точно такой же. А. Аккордовая сетка остается точно такой же. Субтитры сделал DimaTorzok